Всем доброго дня! Мы продолжаем наш разбор слова. Сегодня второе послание к Коринфянам, 13 глава, с 5 по 7 стих. С 5 по 7. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть. Но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались, и не тем, чем должны быть. Я взял сегодня всего три стиха, потому что они объединены одной такой темой. Чем должны быть? Или должны быть кем-то? То есть вот эта основная мысль, она объединяет данные три стиха. И я думаю, нам их хватит для рассуждения на сегодня. Хотя это объем по количеству букв может быть и небольшой, но по смыслу очень большой объем. И я не думаю, что нам нужно торопиться, для того, чтобы побыстрее закончить второе послание к Арифинам. Мы всегда это успеем сделать. Ну а сегодня эти три стиха, они объединены одной темой. Итак, по стихово, как мы всегда это делаем, с 5 стиха. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. И вот здесь понятие веры, оно имеет такой специфический смысл. Мы вообще очень много можем значений, да, или смыслов найти в термине или в понятии вера. Вера может быть или может рассматриваться как дар Святого Духа, сверхъестественный дар, который дается далеко не всем, а только избранным некоторым, которые призваны являть дары силы. Веру мы можем рассматривать как общий дар благодати для каждого верующего, то есть спасительную веру в Иисуса Христа. Веру мы можем рассматривать как некоторая подчиненность водительству Божьему в твоей индивидуальной судьбе, в твоей жизни, в твоем хождении. То есть не каждому дается такого вида водительства или другого вида водительства. То есть вера – это понятие или термин, который можно рассматриваться в разных направлениях и в разных смыслах. И здесь вера рассматривается с точки зрения обнаружения в себе явных признаков присутствия Иисуса Христа. То есть с этой точки зрения здесь вера именно и рассматривается, и исследуется. То есть если я, будучи христианином, заявляя о себе, что я рожденный свыше, посещая собрания, ведя такой, скажем, внешне благочестивый образ жизни, время от времени хотя бы не обнаруживаю в себе реальное присутствие Христа, то есть его проявление, его какое-то воздействие на меня, то здесь впору задать вопрос, а все ли со мной в порядке? Тот ли я, кем мне должно быть? Вот смысл того, что здесь Павел хочет донести. То есть есть вера как дар Святого Духа, есть вера как общее спасительное, скажем так, знание о Христе для того, чтобы спастись, для того, чтобы иметь дар вечной жизни по благодати. Есть вера как водительство твое, да, индивидуальное. То есть кто-то водится там сновидениями, кто-то водится пророчествами, кто-то водится еще какими-то проявлениями. Есть различная такая специфика, индивидуальная специфика водительства. Авраам был водим одним способом, да, там Исаак был водим немножко другим, Яков еще каким-то. Мы нигде не видим, чтобы Авраам видел видение, да, такого плана, как Яков, да, сновидения, там, какие-то лестницы, какие-то там ангелы, чтобы с ним боролись с Авраамом. Он имел какое-то водительство внутреннее, скорее всего. Это очевидно из того, что мы можем прочитать в книге «Бытие». То есть он имел какую-то индивидуальную способность слышать голос Божий, безошибочно определять. Может быть, неслышимый, может быть, нефизически ощутимый, но духовно различимый. А Иаков, например, был водим какими-то такими сверхъестественными проявлениями, там, лестница, ангелы, да, там, еще что-то. То есть вот такого плана. И у каждого из нас это водительство может быть разным, и мы призваны совершать путь веры, идя по следам отца нашего Авраама, и держась, да, вот того водительства, держась вот этой специфики, которую Бог нам дает в нашей жизни, да. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Опять же, здесь еще один вид веры. Уверовать в то, что то, что я сейчас переживаю и чувствую, дает мне Господь, да. То есть вера – это многоразличная такая субстанция, да, такое понятие, очень многоразличное, многоплановое. Но здесь рассматривается вера именно с точки зрения наличия в нас присутствия Христа, да, то есть проявления Его, реальные какие-то движения, которые Христос производит в нас. Если мы этого периодически, хотя бы время от времени не чувствуем, то нужно бить тревогу и нужно задавать вопрос, вере ли я, да. Еще раз прочитаем. Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте, да. То есть есть определенная, скажем так, работа духовная, направленная на то, чтобы понять, кто я, что я и что вообще со мной, да. Есть работа духовная, которая направлена на Господа, когда мы должны искать Его лица, да, когда мы в поиске, так сказать, соприкосновения с Ним, да, в поиске того, чтобы быть обращенным к Нему. То есть наш фокус, да, наше внимание полностью сконцентрировано на Господе, на Его слое. А есть такая работа, да, или такие времена, такие отрезки времени, в том числе и в индивидуальной молитве, отдельно взятой, когда мы исследуем сами себя. И Писание говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Когда мы сравниваем себя с учением, когда мы смотрим, все ли у нас в порядке. Вот здесь как раз об этом говорится. Павел призывает своих слушателей заниматься таким самоанализом. Конечно, есть во всем крайности. Можно впасть в такой самоанализ, да, так начать в себе копаться, что потом и не выберешься, вот, впадешь в какое-то самоосуждение и так далее. То есть здесь должна быть здравость. Мы не все время должны быть сконцентрированы на себе, на своем сердце, да, там, на своих каких-то переживаниях. Иногда нужно, не иногда, а большую часть времени, я верю, нам нужно быть сконцентрированными непосредственно на Господе, на Его Слове, на Духе Святом. Ну и какую-то часть времени, конечно же, уделять себе. Вот. И здесь как раз-таки нам нужно понять, то ли мы чем должны быть. Или вы не знаете самих себя, вот давайте разберем вот этот момент, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. То есть оказывается, может настать такое время, да, или прийти такое состояние, наступить такая ситуация, когда мы уже не видим, что Христос в нас проявляется, мы уже не видим, что Он дает нам какое-то внутреннее переживание самого себя. Мы уже не чувствуем вдохновения, мы уже не чувствуем каких-то побуждений с Его стороны, да, какого-то умиления, если хотите, сокрушения, покаяния. Мы уже этого не переживаем. И Павел как раз-таки рисует такой момент и говорит, вы что, сами не знаете, что Иисус Христос в вас? Вы что, его уже давно не переживали внутри себя? Ну да, разве только вы не то, чем должны быть? Павел здесь пишет, да? Шестой стих. «А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Оказывается, Коринфяне, и мы уже об этом много раз говорили, они не все считали или далеко не всегда считали, что Павел со своими спутниками представляет из себя то, чем они на самом деле должны быть. То есть у Коринфян к апостольской команде Павла были претензии, был длинный, может быть, список претензий. Вы здесь не то, здесь не так, здесь неправильно поступаете и так далее, не так ведете. Павел говорит, надеюсь, вы узнаете, что мы то, кем должны быть. Вот когда мы еще раз придем, в третий раз, мы явим силу Христову в очередной раз, и вы убедитесь, что мы именно то, чем быть должны. Седьмой стих. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть». Вот эта сложная конструкция, мы сейчас ее разберем. Еще раз давайте внимательно. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть». Имеется в виду следующее. Мотив Павла, мотив его апостольской команды, чтобы Коринфяне были в нормальном состоянии, не для того, чтобы являть тем самым свидетельство правильности апостолов. Не для того, чтобы вот это поведение, да, хорошее, ну, как бы сказать, достойное, да, приличное для христиан было показателем того, что служение апостольской команды правильное. Ведь в любом случае наши подопечные, да, ну, возьмем детей, в пример, если наши дети хорошо учатся, то, естественно, часть славы человеческой перепадает нам. Ну, это само собой разумеется. Если мои дети там заканчивают школу с золотой медалью, я начинаю раздаваться от гордости. Хотя это не я закончил школу с золотой медалью, да, это мои дети, допустим, но я-то получаю от этого, как бы, одобрение от других людей, и я другим людям кажусь тем, кем я должен быть. Вот он хороший, он правильный, он такой молодец, он воспитал таких детей, они у него так здорово учатся. И я в свете того, что мои дети ведут себя правильно, учатся хорошо, получают там пятерочки, я выгляжу в приглядном свете, в очень выгодном свете. Я кажусь тем, чем должно быть. Так вот, Павел здесь пишет, мы молим Бога, чтобы вы вели себя хорошо, и чтобы вы были хорошими, да, святыми, праведными, не для того, чтобы нам похвастаться, не для того, чтобы нам покрасоваться в этом свете, да, хороших, скажем так, мудрых и очень правильных родителей духовных. Не для этого, не это является нашим мотивом, не для того, чтобы на вашем, так сказать, поведении, да, или на ваших костях построить себе славу, как иногда и очень часто происходит в этом мире. Павел говорит, мы не для этого молим Бога, чтобы вы вели себя хорошо, а для того, чтобы вы делали добро, хотя бы мы даже и казались не теми, кем мы должны быть. Хотя бы даже если мы вам кажемся не очень-то правильными, не очень, может быть, презентабельными, не очень, скажем так, сильными, достойными апостолами и служителями, мы все равно хотим, чтобы вы вели себя хорошо, чтобы вы делали добро, чтобы вы были освященными, в праведности ходили, да, чтобы вы, ну, являли плоды Духа Святого. Не потому, что мы хорошие родители, вас так хорошо воспитали, о вас так хорошо заботились, и мы такие помазанные служители, а даже если мы не таковы в ваших глазах, пускай мы кажемся не теми, кем мы должны быть. Вот мы такие слабенькие, непрезентабельные, зарплаты не берем, нищие, на нас не любо, дорого даже и посмотреть, а тем не менее вы делаете добро, и тем не менее вы являете плоды Святого Духа. Вот это было бы здорово. Даже если мы не те, кем мы должны выглядеть, да, внешне, вы все равно поступаете по истине Христовой. Вот это было бы вообще здорово. Вот об этом мы и молим, а не потому, чтобы покрасоваться на вашем, так сказать, фоне, да, какие мы хорошие и прекрасные. Итак, вот эта тема, кем мы быть должны, она здесь касается как апостолов, да, как апостольской команды, так и коринфян. То есть апостолы со своей стороны должны были быть теми, кем они должны быть, да, извините за тавтологию, а коринфяне, да, подопечные апостолов, они должны были, ну, быть теми, кем они призваны быть. То есть и те, и другие, они имели, ну, скажем так, задачу, да, или цель, или, ну, скажем, не проблему, а как правильно сформулировать, а поручение состояться, да, и представлять из себя то, кем Христос их задумал, как те, так и другие. И это не значит, что коринфяне теперь вечные дети, вечные подопечные. Они должны были возрасти и стать в свою очередь родителями для кого-то, стать в свою очередь учителями там или даже апостолами. Почему нет? То есть речь не идет о том, что ты вечный ребенок, который обязан своих родителей не позорить, а только приносить им честь, да, в глазах других людей. Не об этом речь. Речь о искреннем таком желании апостола Павла и его спутников в том, чтобы коринфяне состоялись, в том, чтобы они освящались, чтобы они жили той жизнью, которая гарантирует им возрастание и успех в Господе. Вот цель. А какими средствами это достигается? Строгостью, ласковостью, еще какими-то, нытьем, катанием, да, там разные есть выражения. Это уже вопрос другой. И в следующем нашем разборе Павел будет говорить о своей строгости снова. Но сегодня я хотел бы ограничиться вот этим термином, да, или вот этой фразой, кем мы быть должны. Нам нужно самих себя исследовать. Нужно вникать в себя, заниматься сим постоянно, но не перегибать палку, то есть все-таки взирать на Господа в первую очередь, да, и затем уже во вторую на самих себя в свете Божьего Слова. И, конечно же, исследовать, верили ли мы. И если мы видим, что мы не можем уже сказать, что Христос в нас, мы не видим Его проявления в нас уже долгое время, то нам нужно задаться вопросом, а мы то, кем мы быть должны? Или нам нужно что-то делать уже с собой? Вот такой смысл высказывания Павла здесь, который, может быть, немножко запутанно звучит, кем быть должны вы, мы и так далее. Но, я думаю, мы разобрались с этим. Да поможет нам Господь быть теми, кем мы должны быть. Не важно, какую функцию мы при этом выполняем родителей, детей, подопечных, начальников. Да поможет нам Господь быть теми, кем мы должны быть. До новых встреч, до новых видео. С Богом!